Примиритесь с Богом Примиритесь с Богом Вы во Христа уверовавшие Вы благ земных не требовавшие Вам корку хлебную делившие с другим Вам никого не называвшие чужим По вере вашей будет вам Вы с добрыми глазами и улыбками Вы Бога не предавшие под пытками Вам в ожидании в небеса глядевшие Господу сердцами гимны певшие По вере вашей будет вам Праведной верою будет жить Верный не может Христу не служить Да не разрушится Господа храм По вере вашей будет вам Вы у кого в сердцах для Бога места нет Вы чьи глазах так ясно виден блеск монет Вам жившим суетными барахолками Вам называвшие друг друга волками По вере вашей будет вам Вы нищую старуху оттолкнувшие Вы взгляды в животы свои уткнувшие Вам чья душа от злобы разлагается Вам верящим, что жизнь не продолжается По вере вашей будет вам Верьте, не верьте, а Бог придет Скверный и подлый вовек умрет Бог даст по вере и по делам За все воздастся люди вам По вере вашей будет вам По вере вашей будет вам Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 23 стих Кому простите грехи, тому простятся На ком оставите, на том останутся Еще одно место из Священного Писания Это послание Иакова, глава 5 стих 16 Я прочитаю первую часть стиха Признавайтесь друг пред другом в проступках И молитесь друг за друга Друзья, сегодня бы я хотел говорить О часто пренебрегаемой нами возможности К духовному прорыву, к духовному росту Вот эта возможность, которая сегодня Оставлена во многих современных церквях Но с другой стороны, в иных случаях Она пренебрегаема потому, что теряет смысл Также от чрезмерного бессмысленного употребления То есть от чрезмерного употребления С одной стороны, ею не пользуются вообще С другой стороны, злоупотребляют Эта возможность, о которой я хочу говорить К духовному подъему, к восстановлению, к росту Дается через удивительное, скажем, действие Или таинство, которое называется Братская исповедь Поэтому и проповедь сегодня будет называться Прорыв через исповедь Друзья мои, тот, кто остается один на один Со своим злом, со своим грехом В конце концов, он остается в полном одиночестве И часто, вопреки тому, что мы совершаем совместное богослужение Общие молитвы, пения Все равно мы переживаем и чувствуем одиночество Ведь такое набожное религиозное общество Оно всегда ставит к себе высокие критерии Особенно современная, скажем, теология В которой нужно всегда исповедовать, что ты праведник А значит, никому не дозволено в этом сообществе быть грешником И как результат этого Обычно многие скрывают свой проступок И перед собой, и перед церковью По этой причине мы долго остаемся одни Несмотря на то, что ходим в церковь Но все равно мы остаемся одни Или, можно сказать, один на один Со своим собственным грехом А значит, во внешней лжи, лицемерии Стараясь забыть, отвратиться От того, что все-таки мы действительно согрешаем Вот в чем суть Евангелия Как оно звучит? Грешники могут прийти к Богу Потому что, сказано, Иисус пришел, чтобы помочь Кому? Праведникам ли? Грешникам Имеющим в нужду покаяние Это означает, что Он знает нас изнутри И зная нас изнутри Вот таким, каким Он нас знает Он намерен быть к нам милостивым Это значит, что нам не нужно Обманывать себя самого и брата своего Как если бы мы не имели бы никакого греха Потому что Бог все-таки По великой милости своей Вы знаете, как это ни странно звучит В современной церкви Но Бог допускает нам быть грешниками Потому что Он нас любит, но ненавидит грех Из-за Его разрушающей силы Как я уже сказал Оставаясь наедине с грехом Мы становимся одинокими людьми Потому что что-то начинает разделять нас Мы перестаем чувствовать Божье присутствие Мы можем быть в Божьем присутствии Сколько раз я испытывал это Когда у тебя есть что-то внутри Ты можешь находиться в Божьем присутствии И все вокруг будут ощущать его А ты будешь сух, нем и по-прежнему одинок Наверное, многие сейчас знают О чем я говорю Поэтому так страшно одиночество Когда человек остается один на один С собственным грехом Христос стал нашим братом во плоти То есть Он называет Себя нашим братом Так же, да, Он Господь Но придя во плоти, Он стал нашим братом Чтобы мы поверили Слову Услышанному из уст человеческих И перед Ним люди могут быть грешными Потому что только Он и может помочь им Когда мы становимся перед Ним Заканчивается всякое притворство Но в нем, мы знаем, грешникам приходит любовь Божия Но вот сегодня мы не видим Христа по плоти Никто не может похвастаться, кроме одного чудака Который с таким жаром рассказывал Что он три года жил в тюрьме со Христом И что этот Христос был один из заключенных Который пил, курил, занимался непотребством Но в то же время Он был Христос Это чудики, если другое слово не подобрать Но Библия говорит, что мы сегодня не знаем Христа по плоти Но есть удивительная радость Он, Господь наш, создал общину Которая состоит из братьев и сестер Тех, кого мы знаем по плоти Он создал общину и дал нам братьев Вы знаете, многие думают для наказания нашего Но я уверен, что Он нам дал братьев в милость Для милости своей И община, которую Он дал нам И мы состоящие, мы члены вот этой общины Мы Его последователи Он дал каждому из нас особенное полномочие О котором мы прочитали в самом начале Оно звучит так Кому простите грехи, простятся На ком оставите, останутся Полномочия выслушивать признание в грехах И прощать грех во имя Господа Иисуса Христа Я знаю, что для вас это может быть ново Потому что многие привыкли понимать только в одном ключе Да, я исповедую грех Богу Действительно, мы думаем так Но нечто сегодня, как откровение, придет в вашу жизнь И даст вам, я уверен, помощь Итак, Христос стал нашим братом Чтобы помочь нам И вы знаете, через Него брат наш Уподобляется Христу Когда исполняет то, что поручено Христом Правда? Вы понимаете, о чем я говорю? Когда человек исполняет то, что Христом ему поручено Он как бы замещает Христа Он исполняет его волю Он его кто? Представитель! Если Христа ругали за то, что он брал на себя власть прощать грехи То в новозаветной церкви вдруг В самом конце своего земного шествования Он делает заявление Теперь вы, говорит он Раньше я, но теперь вы Кому простите, тому простится На ком оставите, на том останется Я объясню, что хочется мне сказать Дело в том, что брат наш Вы понимаете, что я имею в виду не только мужской пол Но и сестер Брат наш Он дан каждому из нас в помощь Поэтому нам не нужно лицемерить перед братьями Потому что общину и братьев Бог дал нам в милость Вы знаете, что очень интересно Что когда от имени Христа Брат слушает наше признание Во грехах или во грехе Согласно этого слова Мы имеем власть от Господа И разрешение произнести Я прощаю тебя во имя Иисуса Христа И он может сохранять и должен сохранять Тайну нашей исповеди, как ее сохраняет Бог И идя на братскую исповедь О которой мы так мало сегодня знаем, друзья Я иду на самом деле к Богу Это величайшее облегчение для нас О котором я сегодня буду продолжать говорить Возможность иметь братскую исповедь Это величайшее облегчение И великая милость Божия В относительности общины, церкви Что происходит при исповеди Друзья мои, я хочу вам объяснить Потому что мы назвали проповедь Прорыв через исповедь Что происходит при исповеди Первый пункт Это прорыв к единству Вы знаете, грех имеет определенное свойство И у него очень огромное желание Наверное, самое большое желание греха в человеке Это оставаться один на один с ним Потому что грех, если можно одушевить его Ну, попытаться сказать вот такими одушевленными фразами Он хорошо знает, что оставшись один на один Он обязательно будет победителем Он поработит человека Но когда есть исповедь Она сразу лишает грех сообщничества Потому что грех больше всего боится света Чтобы никто не мог узнать его Чтобы быть неузнанным Когда есть исповедь Когда мы решаемся открыться Послушайте, именно брату своему Наступает удивительное состояние Которое можно охарактеризовать двумя словами Прорыв света Потому что грех открыт Он выставлен на показ Невысказанное произносится открыто И становится известным И вы знаете Те, кто однажды хотя бы в своей жизни Набрался смелости После тщетных попыток И долгих исповеданий и молитв Говоря, Господи, прости меня Но однажды он набрался смелости И сказал, я так не хочу жить Пришел к своему брату И исповедовался ему Сказал, так и так, брат В этом и в этом я согрешил Наверное, тот, кто пережил это Он помнит, какую тяжкую борьбу Испытывала его душа Какое тяжкое смущение было Какая внутренняя разбитость Какое разъединение в самом себе Одна часть влекла его именно к брату И внутри все говорило Пойду и скажу Откроюсь перед братом Написано, признавайтесь друг перед другом В проступках Но другая часть говорила Так стыдно же Ведь брат тоже несовершенный Он же не Бог А что он о тебе думать будет Была тяжкая, тяжкая борьба Но когда вслух было высказано Те, кто испытали это Они могут свидетельствовать Какое великое облегчение и победа Приходила в их жизнь Есть очень важная мысль здесь Когда признание греха Я не говорю обо всех грехах Мы потом уточним Но когда признание греха Производит в присутствии Брата-христианина Знаете, что рушится в человеке? Вот эта твердыня самооправдания Мы склонны оправдывать сами себя Но когда эта исповедь осуществлена Это означает, что мы как согрешивший человек Мы сдаемся Мы отказываемся от своего зла И самое интересное Есть духовная связь Именно высказанный грех Теряет всякую власть над человеком Почему? Потому что он открыт И он осужден как грех И он как грех Не способен больше разрушать единство Мне тоже приходилось исповедовать немало людей Которые свидетельствовали Пока я не открылся Я не чувствовал частью себя одного целого Потому что у меня была своя жизнь И в этой жизни я не хочу Во-первых, ничего вмешательства А во-вторых, я боюсь Я был замкнут Потому что, во-первых, грех влек меня Говорили люди Он влек меня, как только заканчивалось присутствие Божие Заканчивалось служение Грех увлекал меня за собой И разобщение приходило Вот я, вот община Все другие Я замкнут в себе Но когда грех открывался Сразу человек переживал удивительное единение Со всеми братьями Я знаю, что многие из вас пережили это И могут свидетельствовать об этом Потому что скрытый грех Отделяет нас от общины А открытый помогает прийти К истинному единению с братьями во Христе Иисусе Всякий раз, когда мы признаем свой грех Вы знаете, мы обретаем доверие Но речь идет, друзья мои Только об исповеди между двумя христианами Понимаете? Чтобы обрести дух единения со всей общины Не нужно признания грехов Перед всеми прихожанами Потому что в одном брате или сестре Если это сестра Которому я признаюсь в своем грехе или грехах Который мне и простит мой грех В нем представлена вся община Вы понимаете, что в нас представлена вся церковь Вся община Вы думали когда-нибудь об этом? Вы что-нибудь слышали о клонировании? Я не рассуждаю сейчас, как это божье, не божье Я рассуждаю о том, что достаточно кусочек кожи взять, да? Из которого можно воссоздать Что? Целый организм Оказывается в маленькой частице кожи Капля крови В ней представлено все тело Вы понимаете, как это схоже с тем, о чем я говорю В брате представлена вся церковь Все тело В сестре, перед которым мы действительно решили Исповедовать свой грех Потому что мы хотим с ним покончить Представлено все тело И ведь это христово поручение Ибо сказано, я повторю это его слово Кому простите, простятся грехи Это христово поручение Она касается всей общины Но выполняет ее каждый в отдельности Если мы, как христиане Не побоимся вступить на путь Братской исповеди Знаете, мы станем очень Сплоченными И между нами Не будет одиноких людей Разделенных тайным грехом Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Что же еще происходит при исповеди? Второе Это прорыв к кресту Корень всякого зла Есть гордыня, друзья Правда? И человек мыслит так Я сам по себе Я и Бог Особенно сегодня это модно Вот я и Бог У меня личные взаимоотношения с Богом Самая модная тема Я ничего против не имею Личные взаимоотношения Но мы забываем Что у Бога взаимоотношения с телом Что не только личные взаимоотношения Но еще важны внутрителесные взаимоотношения Что мы зависимы друг от друга И вот мы говорим Я и Бог Я сам по себе У меня есть права на свою жизнь Даже на свою собственную смерть Это мое Хочу делаю Хочу нет Хочу живу Хочу умираю Что же такое исповедь? Когда я познал это, друзья мои Что такое братская исповедь? Оказалось, что это Самое простое Явное и чистое Проявление истинного смирения Потому что она приходит с болью Вы знаете, как трудно исповедоваться Правда Многие из нас Особенно те, кто последователи Харизматической церкви Можно сказать, ни разу в жизни По-серьезному Никому ничего Никогда не открывали Они говорят Ну, грешен я Типа батюшка А что? Бог знает И вот потому Делая религиозные физиономии На своем лице Хорошо сказал Мы влачем за собой Хвост проблемных Ситуаций жизненных Старых грехов Мы научились сделать Действительно такое У меня была такая резиновая штучка Там три пальца или четыре Вставляешь Ну, типа обезьянки И такую рожицу можно Раньше они продавали Сейчас уже нет в детстве И такую рожицу можно из нее сделать Любое выражение Так вот у нас как будто бы это Раз так Здравствуйте Господь благословит вас А внутри яд Полынь Горечь Грех И мы мучаемся И чувствуем, что мы неискренни И служить-то по-настоящему не можем И расти не способны Потому что есть то Что держит нас у земли Одна из причин Потому что гордыня Не позволила нам Вскрыть свои преступления Мы ухватились за мысль И говорим Мы Богу исповедуемся Ну, что ж ты тогда Если Богу исповедуешься Не получаешь от Бога освобождение Так вот исповедь Это смирение Она приходит с болью И наносит чудовищный удар По гордости Нет более сильного удара По гордости человека Знаете, чем братская исповедь Предстать перед братом В качестве грешника Этот позор почти невыносим В признании я подчеркиваю Конкретных грехов Корчась от стыда Умирает ветхий человек Но, несмотря на то, что это унижение Оно действительно возвышено Ведь Иисус Христос не стыдился Быть обнаженным при всех Быть распытым за наши грехи Понести наказание за нас Мы становимся соучастниками его креста А крест уничтожает всякую гордыню Ведь главная задача, функция креста Это уничтожить гордыню Потому что гордость Она всегда начало зла Вы знаете, что крест можно найти Только в открытом раскаянии Если мы уклоняемся от исповеди Мы стыдимся принять позорную смерть Грешника, ветхого человека Но в глубокой боли Унижение, которое мы испытываем Перед братом Исповедуясь Именно в этот момент Мы побеждаем страх смерти Вы знаете, почему люди боятся открываться Перестали быть открытыми Вот почему мы закрыты Чем больше в лес Тем больше религиозных одеж на нас То есть мы как бы научаемся Одну теологическую одежду Одел, другую Тут фразы В конце концов Смотришь, после первого года Был человек, как человек Пришел искренний христианин После первого года Выучил, там скажем Пятьдесят, как Элочка, людоедка Пятьдесят религиозных фраз И все, людоед Он кабы-дабы По нежу, по элику Хм-хм-хм-хм всех ест Какая там любовь Для любви нужно просто, не знаю Нужно словарь поменять Так происходит в нашей жизни И мы еще больше надеваем этих одеж Почему? Потому что у нас есть страх смерти Вы скажете Да не боюсь я смерти Но когда человек боится разоблачения Это тот же инстинкт страха смерти Понимаете, что Вот умрет мое настоящее положение Вот тут я потеряю Мы имеем страх смерти Да, тот страх смерти Который говорит о вечности Он проецируется здесь Вот в наших взаимоотношениях Мы прячемся от него И вы знаете Самое лучшее лекарство Которое познала первая церковь Древняя церковь Мы теряем страх смерти Когда исповедуемся Открыто Может быть в уничижении В стыде В своих грехах В братской исповеди Ветхий человек начинает умирать И мы тогда познаем крест А если мы познаем крест Вот именно тогда мы обретаем Что? Соучастие в воскресении И вечной жизни Третий пункт Что еще происходит в исповеди? В исповеди происходит прорыв К новой жизни Где грех ненавидят Где его признают И где его прощают Там наступает разрыв с прошлым Друзья Где разрыв с прошлым Со грехом Там всегда Бог дает что? Новое начало Притчи 28.13 Просто прочитаю для вас Хорошее место Скрывающий свои преступления Не будет иметь успеха А кто сознается И оставляет их Тот будет помилован Вы знаете Именно вот через исповедь Мы начинаем Оставлять грех Именно через исповедь Власть греха прервана И отныне В милости Здесь сказано Будет помилован Мы начинаем Иметь Одну победу За другой Помните Как было крещение? Помните Как вы однажды Оставили И пошли за Христом Если вас правильно Крестили Конечно Вспомните Вспомните ту радость Которую вы испытывали Может быть вы Не прыгали Не скакали Но внутри вас Радовалось Обновленное сердце Ваше Особая надежда была Неповторимая радость Согласитесь Да? Я вам скажу Повторимая Всякий раз Когда я Исповедую Исповедуюсь В своих грехах Что произошло Со мною в крещении Вновь Даруется мне Высповеди Вы понимаете? Это Обновление Крещенской Радости Сказано Вечером Водворяется Плач А наутро Радость Что еще Дает нам Исповедь? Еще один пункт В исповеди Происходит Прорыв К уверенности В чем причина Того Что нам Легче дается Признание Грехов Перед Богом Чем перед братом Мы скажем Бог свят И безгрешен Он судья Над злом И враг непокорности А кто такой брат? Брат же грешен Как и мы Он знает Тайный грех По своему опыту Согласны? Но ведь тогда По здравой логике Должно быть все наоборот Правда? Мы должны считать Что путь к брату Который знает То чем ты болеешь Более легкий Чем путь к святому Богу Но мы об этом Никогда не думаем Почему мы Боримся Согласно Слову Божьему Признаваться Друг другу В проступках Да? Как написано В послании Якова И даже если Заболели Там особенный Акцент сделан Если ты болен Написано Признавайтесь Друг другу В проступках И только после Исповеди Молитесь Друг за друга Чтобы исцелиться В последнее время В церкви Стал проявляться Дар Слово знания Или развлечения Духов Когда человек Подходит к служителю Служитель возлагает На него руки И этот человек Слышит Бог обличает тебя В том-то и том-то Например Исправ свои пути И тогда ты будешь Исцелен Знаете почему Этот дар Активизировался Сегодня Это Божья милость Дана по той причине Что люди Исповедоваться Перестали Они вынуждены Искать по всей Стране Вот этих служителей У которого Есть этот дар И не находить Вот когда дяденька Из Америки приедет Он придет Помолится И тут грехи Мои вскроются Мое сердце обновится Я исцелюсь А это оказывается Вообще не нужно Оказывается нужно Признаваться Друг перед другом В проступках И молиться Друг за друга После этого Чтобы исцелиться Это братская Исповедь Плотненько И хорошо Забытое Учение В современной церкви Или в ортодоксальной Церкви И извращенное О чем мы будем Также говорить Друзья мои Вся причина В том Что мы Сами Себя Обманываем В признании Грехов Перед Богом Однажды Задал себе Такой вопрос Когда В моей жизни Было Трудно Преодолимое Препятствие Я думаю Я думаю Что вы Тоже Можете Наверняка Назвать Что в вашей жизни Есть непреодолимым Или трудно Преодолимым Препятствием Грех Который я Исповедовал Богу Исповедовал Исповедовал И каждый раз Исповедовал И делал То же самое Не пытайтесь Догадаться Что это Не об этом Разговор Но просто Подумайте Сейчас о себе Сколько раз У нас это бывает Исповедуем Исповедуем Господи Прости Помилуй Благодарю За прощение Принимаю Твою милость Аминилилуя Пошел Делать Тоже Как один брат Но все время Просто делился Со мной Нашло на него Вот это вот Накатило Пьет Да пьет Каюсь страшно Утром встаю Плачу Молюсь Как только Молитва Заканчивается Как только Чувствую Что пришло Время Исповедовать Ну как учили Тоже сказать Господи Прости Помилуй меня А потом Сам Говоришь Сам себе На основании Слова Божьего Объявляю себя Прощенным Ибо написано И сказано Я прощен Как только Это произношу Я иду Покупаю бутылку И дальше пью Отчего Я прощен Но внутри себя Знаю Что А прощен ли я Не может ли быть Так Задал я себе Однажды вопрос Что это Признание Не перед Богом На самом деле А перед самим собой И не прощаем ли мы Сами себя Слышите Церковь Которая пробуждение Ждет Я говорю Очень серьезные вещи Не потому ли Мы повторяем И повторяем Вновь Наши грехи Бессильны В посвящениях В христианской жизни Говорим Будем молиться Не можем Будем поститься Не можем Начнем это Не получается Благие намерения Есть А чтобы делать Оно Того Не нахожу Не потому ли Что мы признаем Грехи Сами перед собой И прощаем их Сами себе Уверяю Что Бог Прощает Я хочу заявить Сегодня Что Самопрощение Под каким бы Соусом Под каким бы Учением Оно не подавалось Никогда Не победит Грех Вы должны Простить себя Говорят Да вот часто Но только Простить себя От этого победы Не жди Нужно чтобы Бог простил Я сказал о прорыве К уверенности Уверенность Что мы имеем Дело Не с самим Собой Не со своей личностью Не со своим Внутренним голосом Но с Богом Живым Каким образом Нам дается Да через брата Потому что В писании Мы прочли обетование Кому простить И тому Проститься Вы понимаете Этот смысл Через Брата И еще сказано Где Двое Или трое Собрались Во имя Мое Там Уж точно Господь Посреди них Тогда ты не сам С собой разговариваешь И не сам себя прощаешь Сколько бы я не признавал Свой грех перед собой Я останусь в темноте Но если я выхожу Послушайте На свет То сказано Мы имеем Общение Друг с другом И тогда То есть мы Сообщаемся Мы говорим Мы исповедуем И тогда Кровь Иисуса Христа И тогда Очищает нас От всякого греха Признание своих грехов Перед братом Избавляет меня От самообмана И Мне дается Совершеннейшая Уверенность В прощении Когда по слову Божьему Выслушав мою Исповедь Брат Во имя Иисуса Христа Произносит Прощаются тебе Твои грехи Кто-то может сказать Богохульствует Разве человек может Прощать грехи То же самое Говорили Христу То же самое Говорили Христу Но он сказал Как я исцелял Так вы будете исцелять Да Как я бесов изгонял Так вы будете изгонять Я перефразирую Но он сказал Кому простите грехи Тому простятся Он дал власть Своей церкви Обществу Народу Божьему Друзья мои Как я уже сказал Признание своих грехов Перед братом Избавляет меня От самообмана И дает мне Совершенную уверенность В прощении Когда его Произносит брат По слову Божьему И во имя Иисуса Христа Именно из-за того Чтобы мы Могли иметь Уверенность В прощении Когда мы ее Не имеем Вы знаете Не всегда я не имею Уверенности в прощении Понимаете Но бывают моменты Когда я не имею ее Не всегда мы уверены В прощении А бывают уверены То есть вот проскочила Вот это мимолетно Но друзья мои Есть ситуации В нашей жизни Когда мы Неразрешения Получить в них Не можем Остановиться Не можем Исправиться Не можем И не уверены Простил ли нас Бог А если не простил То значит Не очистил А если мы Чувствуем Вот это тяготение Продолжающееся Не просто искушение Пришедшее Через некоторое время А не прекращающуюся Вот эту внутреннюю Энергетику Отрицательную Греховную Если мы чувствуем Что она есть Значит не очистила А если не очистил значит, не простил. И тогда мы и не имеем уверенности в прощении. Вот именно ради уверенности в прощении Бог дарует нам возможность братской исповеди. Но очень важно, чтобы мы признавали конкретные грехи. Ведь Господь Иисус имел дело с теми людьми, чьи грех был налицо. Это были мытари и блудницы. И они знали конкретно, за что им необходимо прощение и искали его. Означает ли, друзья, мои, что исповедь, братская исповедь, это закон для нас. Поймите эту проповедь. Это не закон. Братская исповедь не обязательно ни для одного человека в церкви. Это не закон. Она не обязательно. Но это помощь грешнику от Бога. Может быть, кто-то прорвется к кресту, к единству, к новой жизни и без вот такой братской исповеди. Благослови Господь. Может быть, он никогда, никогда, никогда не познает сомнения в прощении своих грехов и сомнения в том, что он признал свой грех действительно перед Богом. Он никогда этого не познает и прорвется без исповеди. Может, ему только один раз, согрешив каким-либо старым или новым грехом, достаточно сказать, прости, я принимаю, и больше он никогда к этому не возвращался. Может быть, но ведь есть те, кто сегодня, вопреки всем поискам и всем стараниям, не могут найти вот этой радости в новой жизни, радости в кресте, этой истинной уверенности в прощении, чье сердце потерялось в слабостях и заблудилось на пути греха. Кто не может давно освободиться, хотя очень хочет. Послушайте, тогда есть божественное предложение в братской исповеди. Потому что исповедь, она входит в число христианских свобод, а не законов. Понимаете? Она относится к свободному выбору христианина. Но с другой стороны, кто же откажется от помощи, которую предлагает Бог без ущерба для себя? Еще пару вопросов. Кому исповедоваться? Хороший вопрос, правда? По обетованию Божьему каждый брат в церкви призван, брат, сестра, я имею виду под этим словом братство, каждый призван выслушивать и исповедовать другого. Но мы задаем вопрос, поймет ли нас этот человек? Иногда смотришь и думаешь, может быть, он стоит очень высоко в своей духовной жизни, в своей христианской жизни. Может быть, вот эти проблемы, которые есть у него, у него никогда их и не было, его самочувствие, его состояние, никогда этого не было. Кто же может исповедовать? Я много размышлял над этим. Кто же может действительно понять и от сердца простить? Вы знаете, тот, кто сам живет под крестом Иисуса Христа. То есть, кто сам знает безбожность собственного сердца. Кто знает мерзость собственного греха. Только брат со своим крестом, только такому брату я доверю выслушать мою исповедь. Вы понимаете, не святоша, не фарисей, а мытарь. Кто так же, как и я, омыт, очищен кровью Христа. Кто живет под воздействием креста, кто знает и говорит в своем сердце. Ко мне пришел такой же согрешивший, как и я сам. И он хочет исповедоваться и стремиться к божественному прощению. Кто может выслушать мою исповедь? Тот, кто сам живет под воздействием креста. Есть две опасности, друзья. Те, кто выслушивают исповедь. Вот, к сожалению, в ортодоксальных церквях есть исповедники профессиональные, правда? Это как бы в основном священники. И тогда это становится как работа. Никакого нет переживания и вклада духовного вот в это дело. Тот, кто слушает исповедь, вы знаете, должен прежде исповедоваться сам. То есть мы должны понимать, что вот если нет такого исповедания, если человек закрыт, надменен, то лучше не обращаться к нему со своим сердцем. И вторая опасность для тех, кто исповедуется. Я хочу, чтобы вы поняли, то, о чем я вам говорю, опять же, это не закон, и это не духовное занятие. Однажды я проповедовал на эту тему, и вот началось такое движение. Все, что человек сделал, он стал приносить на исповедь. Все. То есть он сказал, вот чертыхнулся, когда шнурок завязывал на ботинке на своем. Потом, когда на ногу наступили в метро, сказал то-то. Вот когда вот с детьми утром не поздоровался, или они со мной не поздоровались, ну я их соответственно отругал, там то-то сделал, то-то. Вы знаете, это превращается в нечто неправильное, какое-то выворачивание. Это к исповеди не относится перед братом, но к исповеди перед братом относятся конкретные грехи. Какие? Которые не удалось победить до сегодняшнего дня. И мы понимаем, что нет уже другого способа, как только способ Божий открыться. Там, где собственный грех привел к беде и страху, где нужна уверенность в прощении, там звучит приглашение к братской исповеди во имя Иисуса Христа. И в завершение. Поскольку исповедь совершается в общине по мере необходимости, я подчеркиваю, то она является частью особенной подготовки празднования Святого Причастия. Мы никогда так не готовились до селя. Вы знаете, сказано, кто недостойно приходит от того, многие больны и немало умирают. Люди умирают, друзья мои. Люди болеют. Мы болеем. Я последние дни болел. Я чувствую, что это какая-то нехорошая немощь, которой могло бы и не быть в моем теле. Вы знаете, недостойно. Мы приходим недостойно. Мы не рассуждаем, мы не готовимся, мы не мыслим. Вот через неделю у нас Причастие. С чем мы придем к Нему? Как мы придем? С тем же самым настроем Гавось пронесет. Но здесь нечто другое, друзья. Здесь настоящее что-то. Позьмите вам сказать, если недостойно, поверьте, ну не останемся безнаказанными. Единственное, что степень наказания разная, но безнаказанными не останемся. Поскольку есть необходимость подготовки к Святому Причастию, то и вот такая исповедь является частью этой подготовки. Поскольку только те, кто примирены с Богом и людьми, могут принять тело и кровь Господню. И никто не должен выходить к алтарю, во-первых, не примирившись с братом. Вы знаете об этом, да? Писание говорит, что даже молиться нельзя, если у тебя есть что-то между тобой и братом твоим. Даже петь нельзя. Насколько несерьезно мы относимся к жизни во Христе сегодня. Слава Богу за Его благодать и минус к нам. Вы знаете, на самом деле, если бы мы приближались к Богу в таком состоянии, если мы действительно бы пели Богу и молились Богу, согласно Его Слову, мы бы умерли тут же пораженные. Неужели мы думаем, что если нарушив заповедь Господню, можно, друзья мои, неужели мы думаем, что Бог изменился? Осмыслите это. Ненависть, распри, разногласия, ссоры, а на устах Аллилуйя, слава Богу, поем песни, пускаем слезы, слюни, сопли, не знаю что. Но все это не от сердца, потому что в сердце ненависть, злость, жестокость, зависть, злоречие, всякое неустройство, все дурное. Если это так, то представьте, насколько опасно, страшно приходить к святому причастию с таким сердцем. Весь гнев, спор и зависть, злые разговоры должны быть устранены. Но есть еще одно но, о котором я говорил сегодня. Подготовка к святому причастию будет вызывать желание быть уверенным в прощении определенных грехов, которые страшат, мучают и о которых знает только Бог. Вы понимаете, если я прихожу к причастию и говорю, я не знаю, Бог простил меня или не простил, но я все равно буду этим грешить. Я все равно буду это делать. Я приму причастие, но я все равно пойду и буду это делать. Представьте, насколько дерзкие слова мои сейчас, насколько более дерзкие мысли тех сердец, из коих я эти слова повторяю. Может быть, мы не говорим так открыто, но мы так делаем. Но в ответ на это есть предложение братской исповеди. Там, где грех привел к страху, к беде, к разрушению, к нарушению жизни, где нужна уверенность в прощении, прорыв к новому, там есть и приглашение братской исповеди во имя Иисуса Христа. Друзья мои, пусть вот эта неделя, которая предстоит у нас перед святым причастием, будет, как сегодня уже говорилось, особенной неделей. Пусть она наполнится братским увещеванием, утешением, молитвами, страхом и радостью. Пусть только сердца тех, кто примирился с Богом и друг с другом, примут дар тела и крови Христовой, а с Ним и прощение, и новую жизнь. В заключение хочу сказать, Мартин Лютер произнес такую фразу однажды. Когда я побуждаю или увещеваю людей к исповеди, я увещеваю их к тому, чтобы быть настоящим христианином. Поэтому будем же христианами, чтобы действительно пережить вот этот прорыв к единству, к уверенности, к Христу, к новой жизни через прорыв исповеди. Будьте благословлены, подумайте, пожалуйста, о чем я говорил и не выбросьте ради Христа эти слова за себя. Я думаю, что для многих и многих эта проповедь сегодня ключ к настоящей победе, ключ к открытости, к уверенности, к единству, к новому, ключ, открывающий дверь из застоя. Прорыв через исповедь. Господи, Владыка жизни моей, Дух праздности, уныния и празднословия, не дай мне. Душа целомудрия терпения любви, даруй мне рабу Твоему. Господи, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего. Господи, Владыка жизни моей, не дай мне склонности к лень и кратенью, гостолюбию и пустословию, не дай мне, не дай мне больше. Помоги мне, Господи, быть благоразумным, целомудрым, иметь смирение, терпение, трудение счастья и любовь, к Богу и к людям. О, Господи, помоги мне видеть все мои прегрешения, что покаясь в них и не осуждать других, потому что ты достоин славы во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok